Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди, и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком, биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиаций, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета Дуалайф. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле, гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения истероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в нем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бесчадских лесах. Бесчады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. И с каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Продолжительный стресс негативно влияет на наш организм. Экстракт цветков шафрана позволяет естественным образом повысить уровень серотонина и дофамина, то есть гормонов радости в нашем организме. Как действие этого компонента прорелоксин может помочь нам в борьбе с ежедневным стрессом? Шафран очень благоприятно влияет на человеческий организм. Когда-то он считался самой дорогой приправой в мире, которую начали использовать еще в Древнем Египте. Женщины применяли полезные свойства шафрана, в том числе для привлечения внимания мужчин. Это растение улучшает пищеварение и увеличивает восприимчивость всех органов чувств, в том числе обостряет вкус и зрение. Женщина, к которой мужчина раньше был равнодушен после употребления шафрана, вдруг становилась привлекательной для него. В препарате прорелоксин шафран в соединении с перуанской макой и мелиссой увеличивает свое благоприятное воздействие. Важным в данном БАДе является также влияние спирулины и L-трептофана, ключевой экзогенной аминокислоты, из-за недостатка которой перестает вырабатываться гормон радости. Порой достаточно принять саму спирулину, чтобы почувствовать себя лучше и поднять уровень дофамина. Перуанская мака, известная как прекрасный адаптоген, подстраивается не только под возраст, но и полчеловека, который ее употребляет и повышает сопротивляемость организма к негативному внешнему воздействию. Оказывается, это растение также очень хорошо влияет на детей, а у женщин регулирует менструальный цикл и снимает синдром предменструального напряжения. Женщинам, у которых начинается менопауза, прорелаксин помогает спокойнее пройти этот этап, не теряя упругости тела и чувствуя себя прекрасно. То есть, во время предменструального синдрома, который мешает не только женщинам, но и их партнерам, стоит принимать прорелаксин? Да, этот период – совершенно ненужная реакция женского организма, физиологический процесс, на который часто, к сожалению, женщина не может повлиять. Приводя примеры воздействия препарата на разные системы нашего организма, хочу отметить, что прорелаксин действует не только, когда мы имеем дело с психическим расстройством, хотя и в таких ситуациях можно употреблять данный продукт. Он также в состоянии помочь в случае подтвержденной депрессии. Это заболевание может быть спровоцировано накапливающимся стрессом, но также причиной депрессии могут быть паразиты, чьи отходы исключают возможность синтеза дофамина и провоцируют такое состояние человека. Современная медицина, к сожалению, этот фактор во внимание и не берет. А одним из веществ, используемых в современной медицине для лечения депрессии, являются так называемые собиратели гормона счастья дофамина. У прорелаксина стоит задача естественным путем активизировать стимуляцию дофамина, которую уже есть в организме, и нужно лишь поднять его на более высокий уровень. Правильный уровень глутатиона, в свою очередь, ускорит выработку гормона счастья. Л-трептофан из спирулины и перуанская мака действуют подобным образом. Собственно, поэтому мы их гармонично соединили в препарате и в итоге получили невероятный эффект действия прорелаксин. Вернемся к шафрану. Благодаря которому после употребления прорелаксин меняется настроение. Человеку вдруг хочется послушать хорошую музыку, хотя еще несколько минут назад он терял смысл жизни. Начинает действовать так называемый гормон счастья дофамин. И еще через минуту человеку уже хочется чего-нибудь вкусненького, и он начинает наслаждаться этой едой, что, к слову, также является фактором повышения уровня дофамина. Что еще важно, в таких ситуациях часто у нас возникают сексуальные влечения. Люди начинают задумываться о поиске партнера. Межличностные отношения улучшаются благодаря этому препарату, и я думаю, что для многих это один из наиболее весомых аргументов. Настоящим лидером среди компонентов препарата прорелаксин является перуанская мака. Шафран, в свою очередь, объединяет все компоненты. Очень важную роль играет также спирулина и элтриптофан. Когда мы чувствуем нервное напряжение, и наше самочувствие ухудшается, можно принять прорелаксин. Я слышал истории людей, которые много лет лечились от депрессии, и в определенный момент курации появлялась спирулина. Эффект был невероятный. Это растение действовало как бальзам для организма. Вы должны понимать, что внутри нас есть механизм самовосстановления организма. Он исправен, имеет огромный потенциал и просто ждет, когда мы дадим ему вещества, которые помогут самостоятельно справиться с проблемой. Скажите, доктор, а можно ли этот препарат принимать вместе с антидепрессантами? К сожалению, нет. Если вы принимаете антидепрессанты, нужно выбрать либо их, либо стимулировать организм самостоятельно справляться с проблемой. Мы на самом деле не знаем, какая может возникнуть реакция, и не будут ли какие-то компоненты плохо взаимодействовать между собой. Собиратели дофамина, содержащиеся в антидепрессантах, как правило, синтетические, в связи с чем могут вести себя непредсказуемо. Проралоксин же поднимает порог синтеза дофамина по отношению к нашим генам. То есть врачом в данном случае является наш генетический код. И если мы предоставим ему материал, он сам восстановит уровень необходимых веществ так, как ему нужно. Редактор субтитров А.Семкин